Всем привет! Сегодня уже сложно удивить кого-либо различными технологичными штуками, но некоторым это все же удается. Так компания Lithium Cycles из Калифорнии сделала современный электровелосипед Super 73. Он комплектуется электрическим приводом, но по дизайну больше напоминает винтажный мопед. Электроцикл включает в себя стильные элементы из 70-х годов прошлого века. В то же время Super 73 отличается от других велосипедов специально разработанной трапециевидной рамой. Двигатель мощностью 1 кВт находится посередине и способен разогнать транспортное средство до 50 км в час. Он также оборудован литий-ионным аккумулятором, полная зарядка которого занимает 3,5 часа, а вес байка составляет 29,5 кг. На руле размещен блок управления LCD-экраном, который показывает водителю текущую скорость и позволяет ограничивать максимальную. Также на дисплее можно посмотреть пройденное расстояние и уровень заряда батареи. Среди других опций этого электровелосипеда можно отметить дисковые тормоза, задний фонарь, переднюю фару, USB-порт для зарядки телефона, держатель чашки и открывалку для бутылок. Венгерский дизайнер Владимир Босняк предложил свой вариант Segway под названием Streeter, в котором используются три колеса. Диаметр переднего 508 мм, а двух задних по 200 мм. Такая конструкция более устойчива и требует меньше пространства для маневров. Встроенный комплект батарей емкостью 9 Ач способен обеспечить запас хода до 30 км, при этом максимальная скорость движения не превышает 28 км в час. Габариты Streeter в рабочем режиме составляют 105 на 65 на 135 см, вес 38,8 кг. Конструкция предполагает возможность складывания для транспортировки, в таком виде размеры уменьшаются в разы. Для управления разгоном, торможением и реверсом используется переключатель, расположенный на рукоятке. Совершать маневры можно двумя способами, либо наклонами тела в нужную сторону, либо посредством управляющей рейки. Венгерские инженеры создали устройство Гауссвилл Спирит. По сути, тот же самокат, но управляемый весьма нестандартным образом. Гауссвилл Спирит имеет 20-дюймовые колеса сзади и поворотный 6-дюймовый полиуретановый ролик спереди. По обе стороны от главного колеса находятся площадки для ног, между которыми расположена ручка для переноса. Некоторые модели оснащены гидравлическими тормозами, управляемыми этой ручкой. Следует отметить, что Гауссвилл тяжелый. Его вес составляет 6,8 кг, и это ограничивает возможность переноса устройства на большие расстояния. Для начала движения следует поставить левую ногу на платформу, а правая толкнуться, после чего также разместить ее на платформе. Управление системой происходит через специальный пульт, который необходимо держать в руке при езде. На первый взгляд кажется, что управление самокатом осуществляется именно с его помощью. Но на самом деле он может только затормозить движение самоката, а на траекторию движения никак не влияет. Американская компания представила принципиально новый взгляд на роликовые коньки, создав Walk Wings. Новоиспеченные ролики надеваются не на ногу, а на обувь. Однако даже после этого Walk Wings не становятся коньками. Для того, чтобы получить возможность ехать, необходимо нажать на каждом из коньков специальный рычаг, который выдвинет колеса. Соответственно, он же может их и убрать. Такая возможность делает их очень удобными. Эта особенность позволяет пересекать не снимая коньков лестницы, зеленые зоны и участки с плохим покрытием. Торможение в процессе езды на Walk Wings осуществляется точно так же, как и на любых других коньках. Нельзя не упомянуть о том, что такие ролики занимают совсем немного места. Они легко умещаются в сумке, что позволяет носить их с собой. На обувь коньки крепятся при помощи липучек, так что процесс одевания и снятия не занимает много времени. Компания Acton, которая занимается выпуском скейтбордов, запустила проект полноприводного электрического скейтборда под названием Acton Blink Board. Максимальная скорость, которую может развить электроскейт – 20 км в час. Переключение скорости происходит при помощи пульта дистанционного управления. Этот скейтборд имеет алюминиевое шасси и доску из углеродного волокна, что позволило сделать устройство довольно легким и в то же время прочным. Благодаря маленькому размеру электроскейтборда его можно легко носить с собой. Так что новый Blink Board весом всего в 4,5 кг можно переносить, используя специальный ремень, который входит в комплект. К электроскейту прилагается помимо ремня для переноски зарядный кабель и пульт дистанционного управления. Для управления можно использовать и iPhone. Установив специальное приложение от Acton, которое связывается с девайсом по Bluetooth. Владельцы Acton Blink смогут отслеживать через смартфон уровень заряда аккумулятора скейтборда, а также получать информацию о его техническом состоянии. Гусеничный самокат DTV Shredder – это уникальное средство передвижения, которое изготовлено на базе двух гусеничных траков. Такой своеобразный внедорожник создал и представил на выставке BPG Motors изобретатель Бен Гулак. DTV Shredder отлично идет по снегу, камням, жидкой грязи, песку, а также забирается на преграды с углом уклона до 40 градусов и даже может прыгать с трамплина. Он достаточно компактный, имеет вес до 57 кг и оснащен мощным двигателем в 14 л.с., что позволяет разогнать устройство до 48 км в час. Такой гусеничный самокат может перевозить не только человека, но еще и прицеп до 550 кг. Существует два основных способа управления – при помощи руля либо посредством пульта, соединенного гибким кабелем, который оператор может держать как в двух, так и в одной руке. Данное устройство обладает просто поражающим уровнем амортизации ударов. При езде на нем практически не ощущаются неровности рельефа местности. Также гусеничный скейт имеет и очень хорошую маневренность. Радиус разворота составляет всего 1,2 метра. Велосипед Quiggle, разработанный немецким инженером Карстен Беттен, настолько мал, что в сложном виде помещается под сиденьем в метро, в багажнике автомобиля или даже в отсеке над сиденьем в самолете. Главный элемент конструкции – особый шарнирный механизм, который быстро складывает руль, седло и раму, оставляя привод с внешней стороны. Мини-байк складывается всего за 10 секунд и в сложном состоянии его скромные габариты составляют 55 на 40 на 25 сантиметров. Велосипед выполнен из кованого алюминия и весит около 8,5 килограмм, а его максимальная скорость составляет около 30 километров в час. Особенно сильно привлекает внимание не столько компактность велосипеда, сколько его колеса, которые ну уж очень маленькие – всего 12 дюймов и подходят только для комфортных прогулок по асфальтированным дорожкам. Несмотря на кажущуюся хрупкость, Quiggle способен выдержать взрослого велосипедиста весом до 100 килограмм. Из положения стоя можно набрать приличные 25 километров в час, причем за каждый оборот педалей велосипед проезжает 4,5 метра. Ну а останавливаться придется самокатным способом, так как Quiggle имеет только ножной тормоз. Настоящие ценители мотоциклов оценят модель GyroCycle от компании Tristicle Enterprises. Он способен самостоятельно удерживать равновесие, используя вращающиеся с большой скоростью маховики, создающие гироскопический эффект. Благодаря этому эффекту мотоцикл не ляжет на бок даже во время самого крутого поворота и не упадет после полной остановки, освобождая водителя от необходимости ставить ногу на землю во время кратковременной остановки, например, перед светофором. Этот мотоцикл был разработан в виде опытного экспериментального образца. В окончательном варианте GyroCycle будет использовать маховики со встроенными электродвигателями, которые будут охлаждаться маслом, в котором они и плавают. Питать мотоцикл энергией будет литий-ионный аккумулятор, емкости которого хватит для преодоления дистанции в 130 километров. Байк способен разогнаться до скорости 120 километров в час. Первые мотоциклы серии GyroCycle могут появиться на рынке уже в этом году. Малоизвестная шведская компания Unity Sweden представила компактный электромобиль, который идеально подойдет для городских условий. Unity является двухместным автомобилем, предназначенным для поездок на небольшие расстояния. На одном заряде аккумуляторных батарей он способен преодолеть дистанцию в 150 километров. В движении автомобиль приводится электрическим двигателем мощностью 15 киловатт. Вес автомобиля составляет всего 400 килограмм, но представители Unity Sweden утверждают, что такое сокращение веса транспортного средства было сделано не в ущерб его безопасности. При создании автомобиля были максимально использованы самые современные технологии. У него отсутствует традиционная приборная панель, роль которой выполняет Head-Up Display, на котором отображается информация о скорости, состоянии аккумуляторных батарей, дороге и т.п. Взаимодействие с системой управления автомобиля осуществляется при помощи движения рук водителя, слежения за которыми производят специализированные датчики. И с прицелом на будущее разработчики заранее заложили элементы, реализующие функции движения в автоматическом режиме. А какое изобретение ты бы хотел себе, напиши в комментариях. Если это видео тебе понравилось, поставь лайк и поделись с друзьями. А пока, пока.